АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Декетов, я вас с высочным избранным на госсо-председателя Кирилл Санкт-Петербурга. Убежден, что под вашим умерным руководством эта юбилейная эпохальная сессия оправдает разлагаемые нами на нее надежды, уважаемые ребята и дамы и господа. Я также поздравляю и всех нас в связи с 70-й годовщиной ООН. Учреждение этой организации стало одним из виднейших достижений, важнейших достижений человечества, которое консолидировало страны, исходя из общих разделяемых устремлений принципов последние 70 лет, характеризовались весьма позитивными подвижками. Был положен конец колонализму, расовой дискриминации и апартеиду. Многие народы мира и люди начали осуществлять право на самоопределение, взяли в руки свою собственную судьбу, начали создавать независимые собственные государства. Таким образом, увеличилось число поставщиков ООН с 51 до 191. На протяжении этого периода следует также признать, что возникли новые вызовы, особенно сейчас. Перед миром стоят такие проблемы, вызовы, как терроризм, экстремизм, нетерпение, нетерпимость, экономический кризис, последствия изменения климата, торговля людьми и их органами, а также наркотики и незаконный оборот оружия, кризис миграции и так далее. Перечень этих проблем и вызовов очень длинный, поэтому необходимо бороться с этими проблемами. И это справедливо совершенно было подчеркнуто, когда мы поддержали основную миссию ООН и принципы, лежащие в основе Устава. В прошлом году, накануне столетия геноцида армян, мы с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи призвали признать факт геноцида и перечислить всех, кто в этом виновен. Я хотел бы призвать международное сообщество вновь бороться неустанно, по-прежнему бороться с геноцидом, неустанно его осуждать и не допускать такого рецидива. Я хотел бы с этой высокой трибуны поблагодарить его святейшество, римского папу Фрэнсиса, и Европейский парламент принял резолюцию. Я хотел бы отметить, что выступление председателя Германии будет вписано в историю нашу, хотел прийти Австрию, Бразилию, Люксембург, Чили и Нидерланды, провинциальные и городские советы, а также десятки и тысячи НПО и другие организации. Хотел бы также поблагодарить президентов России, Кипра и Сербии, а также делегации других стран, которые 24 апреля в Ереване, почтили памятью жертв геноцида в Армении. Мы должны по-прежнему неустанно бороться с геноцидом. Этот пункт должен оставаться в повестке дня ООН. Это отражается в том факте, что в Совете правого человека мы регулярно представляем проекты, резолюции последней, был утвержден в этом году. Несколько дней тому назад, исходя из этого, и это Генеральная ассамблея по генеральной резолюции, которая учреждает 9 декабря в качестве международного дня памяти жертв геноцида и борьбе с таким преступлением и предотвращением этого. Мирное разрешение на горно-карабахской проблемы по-прежнему является одним из основных вопросов, который предстоит еще решать в нашем регионе. Следует отметить, что агрессивная политика, проводимая Азербайджаном, приводит к тому, что нет никакого значительного весомого прогресса в переговорах по революблению конфликта. И ситуация приводит к тому, что усугубляется напряженность. Диктаторский режим этой страны проводит политику репрессии. И это усугубляет положение населения и народа, в частности, в контексте того, что тепет крах нефтяная экономика. Сейчас руководство этой страны старается отвлечь внимание своего населения вот этой проблемы. Азербайджан предпринимает провокационные действия в настоящее время, начинает использовать крупнокалиберную артиллерию и обстреливает мирные населенные пункты с обеих сторон границы Армении и Республики Нагорный Карабах. Несколько дней тому назад в приграничных районах Армении три женщины стали жертвами артобстрела со стороны Азербайджана. Они мирно трудились в своих домах и огородах и пострадали, стали невинными жертвами. Мы хотели бы сказать, что нет доказательства никакой жестокой логики таких действий. Жестоких действий. Азербайджанское лидерство окончательно потеряло чувство реальности и норм человеческого поведения. Азербайджан отверг заявление, которое было сделано президентами США, России и группой ОСР, и продолжает проводить агрессивную политику. В таком случае у Армении лишь единственный выбор предпринимая соответствующие политические и военные шаги к тому, чтобы защитить республику Армении и дать возможность Армении и республике Нагорный Карабах жить и развиваться в условиях мира. Хотя всем очевидно, кто нарушает договор о прекращении огня, тем не менее, приведу некоторые факты. Действительно странно, что сейчас, уже в протяжении многих лет, Азербайджан напрочь отказывается создать механизм по расследованию снайперского обстрела, что было предложено сопредседателями группы международной. Поэтому напрашивается вывод, а чего боится Азербайджан. Действительно странно, что во время европейских спортивных игр, которые принимались Азербайджаном, руководство Азербайджана старалось поддерживать стабильность и никакого обстрела со стороны Азербайджана не было, когда шли эти игры европейские. После их окончания вновь обстрел возобновился. Это противоречит разумному смыслу. Странно, что в 21 веке по-прежнему неустанно кто-то гордится постоянным накоплением военного арсенала и раздуванием военного бюджета. Необходимо положить конец враждебным действиям военным на самом высоком уровне, на уровне глав государств. Я думаю, всем теперь очевидно, что хотя Армения постоянно призывает международное сообщество делать нейтральное выступление, тем не менее понятно, кто нарушает договор о прекращении огня. Мы знаем, что если заглушать сигналы раннего оповещения о том, что ведутся военные и враждебные действия, мы будем подталкивать к миру к дальнейшему углублению конфликта. Сейчас мы видим, что на Ближнем Востоке усугубляется кризис, который разжигался и разжигается межконсциональной рознью и конфликтом. Мы с беспокойностью следим за этим конфликтом, поскольку в результате его разрушается духовное историческое наследие, ильгиозное наследие армян. Многие армяне из Ирака и Сирии должны бежать. Армянское сообщество Сирии, который уже живет там на протяжении столетий, разделяет все нужды и трудности и страдания сирийского населения в настоящее время. Мы стараемся оказать максимальную помощь беженцам. Армения приняла более 16 тысяч беженцев из Сирии. Делаем всю возможность, чтобы им помочь. Армения является стоить на первом месте среди тех стран, которые принимают в Европе беженцев армянский геноцид и геноцид армян. О нем нельзя забыть. Необходимо делать выводы. Необходимо учитывать, что в трудное время наши друзья и партнеры поддержали нас. сейчас Германия, Швеция и другие страны заслуживают того, чтобы мы позитивно отметили факт проявления гуманизма в отношении сотен и тысяч беженцев. Поддержка и помощь была необходима с юридической и гуманитарной точки зрения. Уважаемые коллеги, в этом году мы стали свидетелями того, как совместные адекватные действия прокладывают дорогу к тому, чтобы сгладить многие серьезные противоречия международные и проблемы. Историческое соглашение было достигнуто по ядерной программе Исламской Республики Ирана. И эта страна является непосредственным нашим соседом. Несомненно, что это внесет большой вклад в урегулированные конфликтные проблемы и ситуации на глобальном уровне и консолидации взаимодоверия. И это удалось достичь благодаря тому, что прилагались последовательные неустанные дипломатические и политические усилия. Все это доказывает, что когда есть политическая воля преодолеть разногласия и основываться в своих действиях на духе сотрудничества, действительно возможно найти решение с самым труднейшим вопросом и проблемой. с этой высокой трибуны вновь хотел бы подчеркнуть важность дипломатических усилий, в частности нацеленных на решение таких проблем, как закрытие границ. Мы считаем, что недопустимо блокада границ, в частности наших соседей. Это недопустимо, когда в 21 веке создаются искусственные препятствия на пути гуманитарных человеческих обменов и торговли. В этом контексте мы всячески оцениваем периодический обзор, который проводится в рамках конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мы и впредь будем прилагать усилия в этом направлении. Будем принимать в нашей стране мероприятия совместной по этой теме. Председатель в заключении хотелось бы присоединиться ко всем ораторам, которые призвали прилагать совместные усилия к борьбе с тьмой, вандализмом и ненавистью. И в рамках этой борьбы нет разделения на малые и крупные страны. Армения готова внести свой соответствующий вклад в нашу совместную борьбу. Спасибо. От имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить президента Республики Армении за выступление. Прошу представителей и уважаемых делегатов оставаться на своих местах. Редактор субтитров